Кто из воров в законе кого поддержал в битве кланов Гули и Шакры Молодого? В криминальном мире просторов бывшего СМГ разворачиваются драматические события, связанные с войной кланов влиятельных авторитетов, Надира Салифова, известного по кличке Гули, и Захария Калашова, Шакры Молодой. Как пишет преступная Россия, в минувшем августе в Турции прошла встреча Гули с другим вором в законе, Гурамам Чихладзе, Квежоевич, причем последний был избит от подручного Надира Салифова, Арманом Диким, посчитавшим поведение кутаистского законника слишком дерзким из-за того, что тот заступился за врагов Гули, последователей клана Ровшина-Ленкаранского, планировавших осенью 2017 года нападение на дом Гули в Турции. После того, как Ицх и Ют в интернете появилась совместная фотография Чихладзе с одним из представителей семейства Джаневых, Надир Салифов предупредил его, чтобы он держался от них подальше. «Не хотел бы, чтобы пострадал вор, но если мальчик чего-то недопонял, то я не виноват», — сказал Гули. Его оппонент проигнорировал предупреждение, и началась драка, получившая широкий резонанс после того, как в ситуацию вмешались крестные Чихладзе, шакра молодой Бадри Кагуашвили. Бадри Кутаиский. «Не для того прошел Красноярск, чтобы фраеры безнаказанно били воров», — сказал Бадри, имя в виду колонии Красноярского края, где, по мнению исследователей криминального мира, массово ломают воров в законе. Кагуашвили поддержал шакра молодой, назвавший удар по лицу Гурамма, пощечиной лично и ему. При этом остальные воры в законе не придали поступку Армана Дикого слишком большого значения. И сам Квежович после случившегося проявляет меньшую прыть, в отличие от Бадри. 6 сентября, после празднования своего дня рождения, вор в законе Надир Салифов организовал сходку с участием таких криминальных личностей, как Жураковский, Вова Пухлый, Мзарелуа, Дуяке, Гигичкари, Ролан Шляпа, Тейпиа, Мираб Сухумский, Джанелидзе, Гоги Питерский. Сильную поддержку Гули выразил Мираб Сухумский, Тейпиа, заявивший, что ему уже надоели все эти игры шакра по стравливанию одних против других. Кроме того, на той встрече Гули предоставил слово Арману Дикому, объяснившему свои мотивы и не встретившему возражений. Также оказалось, что каждый из трех наехавших на Гули, Бадри, Квежуэвич и Квате, сами находятся в конфликтах с ворами, Бадри с Роландом и Мзарелуа, Гуром, с Гогитой, а Квате, с Таро и Мирабом. Поэтому не могут поднимать вопросы о развенчании кого бы то ни было. На сходе Гули заявил, что теперь он будет сажать на нож тех, кто будет отталкиваться от их мнения. Читайте также. Астролог Тамара Глоба назвала три знака зодиака, которых ждут серьезные перемены в июле 2019. На этом фоне шакра молодой попытался ослабить позиции Мираба Сухумского через Артема Сарксяна, Артем Саратовский. Раскол наметился также среди русских воров в законе. Бадри негласно поддержали Эл Гуджа Туркадзе, Гуджа Кутаиский и Сатриан Старший. Вместе с тем Ваги в Бакинске и Мирон не захотели портить отношения с Гули. На сегодняшний день конфликт между оппонентами разворачивается в информационном поле. Однако в будущем исследователи пророчат грандиозные криминальные переделы настоящую войну кланов. Ранее Тап Ньюс писал о том, что вор в законе Бадри ищет союзников в войне против Гули. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok